доброго времени суток моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем доброго времени суток что это за проростки да вы не перепутали это идет весна и весна идет такими шагами я поздравляю всех моих дорогих любимых мусульман поздравляю вас с наврузом с праздником весны и началом нового года пусть вашей жизни произойдет обновление которое является именно символом праздника обновление видите как друг за дружкой у нас идут праздники праздники именно такие с весной связаны и желаю счастья вам радости вашему дому как говорят дастархан пусть будет богатым круглый год и достаток будет всегда пусть бог вам будет в помощь пусть всемогущий помогает вам всегда во всем пусть дарует вам здоровья вот скажем это восточный новый год и пусть восточный ветер принесет удачу на и начало станет благополучным и удачным несмотря ни на что несмотря ни на что здоровья вам и вашим близким пусть всемогущий наш единый дарует вам я вас всех очень люблю у меня к вам особое отношение и многие знают почему это важный праздник потому что это у тюркских у иранских народов это одна из замечательных народных традиций азербайджанцев это праздник весны да это пробуждение и перед празднованием навозы отмечают четыре дня зимы которые символизируют окончание старого и наступление нового года у нас тоже называется это персидский праздник и мы смотрим и в этот именно в это время всегда впечатление такое складывается что действительно зима с весной просто борется просто борется идет какая-то борьба невероятные наступает было тепло 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 и вдруг тебе бац дождь пошел раз на роз на мороз пошел как будто бы зима еще брыкается как будто бы она что-то хочет сказать но нет уже нет уже во всю во всю весна 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 конечно же с течением времени праздник у многих утратил религиозную окраску а так как приход весны практически у всех народов ассоциируется с радостью изобилием началом новой жизни и просто день долгожданной встречи весны не так ли но разве это не прекрасно разве это не замечательно вот так вот у нас раскладывают видите продукты и посередине травка и точно так кстати у нас и на пасху посередине травка травка прорастает и вот флажки вставлены и мы всех всех поздравляем поздравляем с праздником с таким красивым благоухающим весенним я знаю что в туркменистане узбекистане таджикистане 21 марта проходит празднование албании в киргизии там македонии турции а в казахстане с 21 по 23 марта ну вот я решила именно сегодня а я покопалась и посмотрела и знаете что я нашла что все-таки этот праздник имеет настолько древнюю историю которую можно проследить до шумеров и вавилонской цивилизации представляете в первом письменном источнике отмечается что наврус возник в 505 году до нашей эры и меня это просто потрясло разве можно промолчать о таком празднике конечно нет и в древнем вавилоне он продолжался в течение 12 дней 12 дней проводили там всякие обряды церемонии развлечения и прочее есть еще такой древний зороастрийский календарь и там праздник но в рус тоже один из самых священных праздников именно возобновление весна такое духовное значение имеет символизирует триумф добра над злом и радости над печалью и я бы тут добавила триумф здоровья над болезнью победа сейчас нам это так необходимо чем мы можем почему я к этому присоединяюсь потому что в эти дни я активно молюсь за здоровье всех я желаю всем благословений здоровья родным и близким и конечно же чтобы господь бог трепетно трепетно защищал всех нас от этого непонятного шагающего какого-то явления которое я называю x болезнь вот пусть господь бог вас от этого от всего избавит и с приходом весны и с наступлением весны пусть все уйдет все уйдет красит ли яйца как символ зарождения новой жизни в это время до красят проращивают ли зерна пшеницы в это время до проращивают или ячменя и ставят на праздничный стол вместе с разнообразными сладостями да но так в принципе делают и на пасху если там какие-то языческие традиции обряды ритуалы да конечно есть везде все есть но главное не надо зацикливаться на язычестве а надо зацикливаться на том что это обновление жизни на земле это весна и я хочу чтобы все услышали меня это праздник весны это праздник обновления чтобы вы понимали но в рус праздник прихода весны ну почему взращивают пшеницу но так же как и у нас очень часто перед пасхой я например делаю себе обязательно просеиваю проращиваю пшеницу для того чтобы поставить на стол это как все таки изобилие да изобилие процветание это пожелание это просто такое вот красоту чтобы украсить сделать украшение но обязательно должна быть генеральная уборка домов это всегда перед новрузом и перед пасхой у нас с мамой всегда традиция мыть окна я вам показывала как перед новрузом я мыла активно окна я убирала все я думаю что все в это время самое удобное время для генеральной уборки еще и господь дает такое такие теплые деньки а потом вдруг идет вот такая вот борьба дальше но естественно иллюминация везде красота такая встреча с друзьями у людей во время навруза знакомыми соседями это обязательно это число традиции навруза везде мне кажется посмотрите что на столе проросшая пшеница крашеные яйца всякие разные сладости это обязательно вкуснейшая пахлава ой как я люблю вот эту пахлаву именно вот эту азербайджанскую вот это пахлава с орехами вот это самое что ни на есть настоящая пахлава какая она вкусная вот такие танцы 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 а еще знаете что демонстрируется искусство верховой езды с участием разных местных сообществ в конных забегах да еще что может происходить спортивные всякие конные мероприятия я вам хочу сказать что в туркменистане а халтикинцы это самая лучшая порода коней в мире и когда-то королева елизавета приезжала и ей покойный наш царство ему небесное туркмен баши бесплатно вручил уникальную подарил породу а халтикинцев подарил ей специально для королевской семьи это уникальная по какие они красивые и вот именно в этот праздник конечно у нас есть и подром красивейший шикарный и на этом и подроме и скачки и все это красиво это красиво и вот что я вам хочу сказать что 30 сентября 2009 года этот праздник навруз байрам был включен в список юнеско нематериального культурного наследия 23 февраля 2010 года он организация объединенных наций объявила 21 марта 22 23 международным днем навруза так что дорогие мои я вас поздравляю и еще раз дай бог вам здоровья дай бог вам процветания обновления хорошей весны и всего года хорошего люблю вас искренне люблю вас от всей души